здравствуйте дорогие участники вебинара те кто только присоединились проекту skyway либо уже долгие годы с нами и сквозь огонь воду и медные трубы действительно идут развиваются с проектом skyway с антоли эдуардов чем юницким с теми людьми кто день и ночь действительно работает но над продвижением проекта skyway совершенно в различных точках земного шара мы работаем на минуточку более чем двух сотнях стран то есть это огромный показатель и я думаю что когда-нибудь мы войдем в книгу рекордов гиннеса как самый долгосрочный самый реальный краудфандинговые проекта но у нас терминология именно краудинвестинга потому что когда человек приобретает актив с помощью схемы юридической конвертируемого займа он получает не просто какой-то продукт как было ранее с очками виртуальной реальности он получает конкретную ценность и реальный актив уже после начала получения прибыли головной компании в которую собственно уже более на четырех лет уже фактически пять лет идут инвестиции но чего не скажешь о строительстве на самом деле экотехнопарка к технопарк у нас чуть более чем за два года был построен на территории минской области республики беларусь и естественно в этом вебинаре я не буду останавливаться подробно на том что уже произошло потому что у нас хоть отбавляй новостей тех которые просто будоражат сознание всех людей кто только начинает следить за проектом skyway и у многих знаете есть такой момент а когда действительно принять решение когда монетка проникнет упадет в глубь головы и что-то изменится в мышлении что-то изменится в сознании и человек действительно поймет что проект skyway это одна из единственных дорог которую необходимо выбрать на мой взгляд более 95 процентов населения земного шара 5 процентов но собственно присоединяться на далее потому что это неизбежность как создатель всемирного экономического форума говорил неоднократно господин швабс что сингулярность это неизбежность так вот развитие проекта skyway это также неизбежность потому что на мой взгляд это фактически единственное такое комплексное решение задач которые на сегодняшний день ставят перед собой многие страны и это доказал всемирный правительственный саммит который отгремел я не побоюсь этого слова с 10 по 12 февраля он проходил в дубае и естественно представители головной компании лично инженер изобретатель леонардо да винчи нашего времени времени анатолий эдуардов чиницкий присутствовал на этом саммите не просто присутствовали мы мы проводили переговоры непосредственно уже с самыми верхами власти арабских эмиратов и не только я думаю что было очень много кулуарных переговоров потому что там были представители мировых финансовых экономических элит те люди которые принимают решения на мировом геополитическом уровне и вообще давайте отметим то что правительственный саммит на самом деле развивается его история уходит в глубь решения глобальных проблем по улучшению благосостояния человечества и даже были введены такие индексы показатели счастья они на мой взгляд конечно довольно абстрактные потому что понятие счастья для каждого но абсолютно свое и понятие счастье которое будет виде индекс этого транслироваться она достаточно субъективное но те технологии те инновации те методы которые выбирают на сегодняшний день путем договоренности путем содружества главы мировых крупнейших корпораций главы государств мировые social media influencers то есть влиятельные люди на умы людей на те люди которые являются не просто какими-то развлекательными блогерами но уважаемыми актерами сегодня в этом вебинаре я обязательно затрону точку зрения тех людей которых на можно узнать по мировому кинематографу и как говорится талантливый человек талантлив во многом как антолий эдуардович юницкий еще восемьдесят восьмом году начинал продвигать по своим мерам по своим возможностям по своим силам по своим связям программу по спасению планеты почему такие громкие слова потому что то изобретение которое является вехой и действительно апогеем развития мира skyway это общепланетное транспортное средство это самая моя любимая тема она как раз таки способна не просто замедлить а повлиять на изменение климата это было одной из повесток на самом деле правительственного саммита в дубае и да действительно мы получили огромный массовый информационный эффект да действительно это рекордные показатели просмотров новостей и тем на твиты те сообщения в социальных сетях которых невозможно купить ни за какие деньги потому что они либо появляются путем доверия на к технологии путем доверия концепции которую согласовал антолий эдуардович юницкий согласовал на минуточку с 2015 года то есть в тезисах в листе тезисов которые читают я думаю что десятки а мы работаем над тем что сотни тысяч людей отдали миллионы людей будут читать те тезисы которые вещаются на вебинарах потому что они вещаются не только для русской аудитории но и для всего мира и перевод на личный кабинет у нас более чем на 20 языках и вот такие вот сообщения в твиттере они бесценны можно назвать этот твит на миллион можно это назвать твит на миллиард но посмотрите что произошло вице-президент премьер-министр объединенных арабских эмиратов эмир дубая шейх мохаммед мохаммед ибн рашид аль мактум лично высказывает свое мнение и я думаю что все из нас понимают насколько осторожные шаги всегда предпринимают лидеры подобных стран до сейчас происходит геополитическая гонка до сейчас вот буквально наши коллеги когда производили общение во вьетнаме также я вернусь чуть позже на этом вебинаре с властями вьетнама по продвижению проекта skyway по логике которую заложили сейчас единственно правильную панатолий эдуардович и все топ-менеджеры головной компании это заниматься если фонды инвестиционные площадки как вот skyway капитал skyway инвест групп занимаются адресными проектами то это будут очень выборочные адресные проекты и главный критерий это окупаемость и это наличие финансирования наличие полной государственной поддержки что мы сейчас не прорабатываем и только подобными проектами в рамках компании skyway капитал мы будем заниматься у нас не было ни одного выстрела в холостую так скажем именно у skyway капитал мы не подписывали ни одного меморандума о сотрудничестве того проекта который был бы нереален и не планировался к реализации ну чего не скажешь за прошлую историю с 2014 года сейчас приходится очень сильно подчищать на те моменты когда до в 2014 году можно было иницировать адресный проект можно было развивать может было привлечь если у кого-то удалось привлечь примеру 500 миллионов долларов топ можно было закрыть корневую компанию финансирование корневой компании и это был бы крупный стратегический инвестор да он получил бы в то время огромные преференции огромные привилегии да когда-то урода хука были огромные привилегии для начала работы по австралии но это время неизбежно ушло и никогда друзья не вернется потому что это уже прошлое которого не вернуть о нем можно вспоминать какая прекрасных таких днях когда нам дарили только за регистрацию 100 единиц по актива который в будущем может иметь просто огромную ценность при тех темпах которые мы уже на сегодняшний день обретаем и наращиваем то есть что это за темпы одна фраза которую я сейчас скажу она перекрывает все сомнения которые были ранее у людей то что технология skyway в рамках концепции дубай skypod входит в 19 процентов самого крупного бюджета за историю дубая в крайнее время и собственно это попытка это не просто попытка это стратегия которая я уверен будет реализовано сделать четверть транспортного потока автоматизированным это как раз таки создание концепции умного государства это понимание то что пора бороться с выхлопными газами пора задумываться изменение климата и не просто что-то трубить и решать дипломатически действовать именно конструктивно и конкретно и что вот и наследный принцип дубая хамдан бин махамед бина рашид аль мактум так и его отец махамед ибн рашид аль мактум оба они понимают что нужно применять и что нужно внедрять для повышения так называемого индекса счастья в арабских эмиратах даже есть министр по счастью по благополучию вроде как и даже этот министр получила какую-то награду насколько мне известно эта женщина но есть конкретная стратегия которую правители наметили и которой они следуют и skyway технология skyway является одним из толпов той стратегии и это вообще будущее мобильности и будущее логистики сегодня я обязательно приведу пример на мнение которое прозвучало на всемирном правительственном форуме вот буквально который две несколько недель назад прошел то есть 10 12 февраля он был и вот то что мы когда-то прогремели почему когда-то потому что на самом деле 10 12 февраля это уже достаточно давно было и у нас появилось много новых новой информации и много новостей по новым продвижением проекта skyway потому что мы не останавливаемся ни на секунду ни на минуту но когда управление автомобильных дорог и транспорта рта дубая то есть расшифровывается railway transport authorities если я не ошибаюсь это конкретно то управление то ведомство которое занимается всей транспортной стратегии когда в хедере когда наверху твиттеры который читает фактически более мин миллиона людей ну немножко не дотягивает до миллиона на на наших вебинарах только точность и только объективность только конкретные факты поэтому будем говорить девятьсот семьдесят восемь тысяч на и восемьдесят последователей действительно следят за информацией все они увидели то что некая технология абсолютно футуристичная на первый взгляд и что говорит о футуристичности о будущем она прослеживает сплошь и рядом в арабских эмиратах и на одном из следующих вебинарах друзья ожидайте в анонсе я обязательно расскажу а действительно ли такие умные города на которые тратятся огромные бюджеты десятки миллиардов долларов и в том числе в арабских эмиратах настолько умные и правильно ли они не то что сконструированные а поданы даже в виде стратегии нужно ли были было их делать и это доказывает тот факт когда по было общение по поводу хайпер луп до общения с анатолий эдуардовичем юницким с анатолий эдуардович начинал с сабу даби вы можете посмотреть это в истории вообще развития курса на восток арабского направления я на одном из вебинаров пожалуйста сбросите ссылку либо в тезисах вы обязательно увидите ссылку на этот вебинар либо в тезисах чуть ниже вы сможете пролистать как действительно арабское направление развивалось и это я думаю что немногие люди на планете могут успевать вообще столько дел с сразу выполнять и чуть позже вы поймете что я имею в виду это не только конкретная подготовка к масштабной мировой презентации по проекта skyway на правительственном всемирном форуме и раньше это была глобальная презентация на futures series show далее это была презентация как раз наследному принцу дубая хаком данным махаммеда бин рашид аль мактуму и все это планомерно по шагам приближалась к апогею на сегодняшний день мы действительно можем это назвать апогеем то что произошло на всемирном правительственном саммите в 2019 году и собственно многое остается в кулуарах многое мы узнаем только потом но что-то мне подсказывает что это будут просто колоссальные известия просто долгожданные для нас новости но я не обладаю никакой информации поэтому я могу только передать свой настрой ожидания насколько действительно мы все ждем того ради чего развиваем проект skyway уже более четырех пяти лет многие из нас и многие увидели подписание меморандума о сотрудничестве то есть был пресс-релиз официальный обязательно тоже тезисах он будет упомянут между компании нашей skyway green tech companies и рта то есть рта это не на русском потому что многие спрашивали что за рта повторюсь рта это управление автомобильных дорог и транспорта города дубаи и это соглашение было подписано читаем ниже в первую очередь между самим анатолий эдуардов чем ну что он развивает это направление с 2015 года вообще если посмотреть еще дальше то с 90-х годов анатолий эдуардов сделал ну наверное более 40 попыток было сделано это показывает ту картинку на знаете когда роешь наверное в интернете встречали и алмазы находятся на определенной глубине некоторые роют роют и останавливаются уходят а некоторые роют роют и доходят до этих алмазов вот этих алмазов похоже мы уже коллеги фактически дошли но представитель этой компании павел скойбеда и он подписал с управлением автомобильных дорог и транспорта именно с руководителем и альтаир вообще представлял нашу технологию махамед ибн рашид аль мактум увидел эту технологию именно с его подачи технологии skyway естественно анатолий эдуардович представлял сам с профессиональным переводом михаила кириченко на английский язык артур помощник антолий эдуардович я отметил на для себя что пантули эдуардович давно я думаю искал такого помощника и даже в виде жестикуляции вот я лично это заметил даже в виде передачи и эмоций что очень важно при проведении переговоров потому что на многих переговорах антолий эдуардович присутствовал но артур действительно транслирует видение монтолий эдуардович но мы понимаем и помним насколько жесткие требования пожелаем артуру чтобы так далее и хорошо все развивалось так вот что такое действительно skyway green tech и какой его какой статус у этой компании как она относится вообще к нам ко всем как инвесторам skyway green tech companies это стопроцентная дочерняя компания учрежденная gti и на сто процентов она принадлежит gti это значит что вся прибыль поступает в доход gti а мы с вами владеем привилегированными акциями холдингов от и rss h1 до 3 и 3 холдинг был создан как раз таки для дополнительного направления ставшего стратегическим на который был сформирован максимальный фокус курс на восток на арабские эмираты и естественно не спроста потому что вообще 19 процентов повторюсь всего бюджета дубайского выделено на вот эту транспортную программу чтобы сделать 25 процентов автономными это колоссальная сумма и были у нас умельцы которые подсчитали так как у нас только точные факты я эти цифры не могу сбрасывать но если у кого-то есть цифры такие под рукой то сбросить это достаточно интересные цифры и достаточно интересная такая походка уверенно знаете такая походка крутого проекта я не побоюсь этого слова который начинает свое развитие в мировом пространстве и соответственно все средства которые поступят в компанию и так как жить я и владеет на 100 процентов компании skyway skyway green tech а почему green tech название потому что зеленые технологии там наблюдается некое такое сотрудничество абсолютно прорывное также в видении концепции будущего с зелеными технологиями солнечной энергетикой которую не понаслышке знает наши главные стратегические партнеры и их вы неоднократно видели на фотографиях при разрезании ленточки при посещении экотехнопарка еще в период прошлого года когда это происходило и естественно хусей на хусейн аль-махмуде исполнительный директор научно-исследовательского технологического парка шаржи появлялся на наших видео но до поры до времени нельзя было ничего говорить и только в недавнем времени на служба новостей головной компании все опубликовала и вот это подписание меморандума она нас готовит просто супер известием и я могу даже предположить что это как раз таки возможно те золотые времена естественно повторюсь потенциально теоретически предположительно потому что у нас венчурный проект и это лично мое мнение которые наступят о которых говорилось еще на инотранс на котором был представлен наш высокоскоростной подвижной состав то есть если у кого-то остались вопросы по skyway green так то поставьте циферку 0 то есть ничего не понял если все понятно циферку 1 пожалуйста мы идем дальше потому что этот вебинар построен таким образом чтобы не просто вас селить какую-то уверенность поселите вас какое-то видение так 0 это ничего не понятно или понятно друзья хорошо нет нет да то есть нет непонятно по skyway green tech 1 это понятно естественно мы будем неоднократно останавливаться еще раз повторюсь skyway green tech на сто процентов дочерняя компания джетей джетей принадлежит и rss 1 и rss 3 это те холдинги в которые мы с вами инвестируем то есть это конкретно в головную компанию более таким юридическим языком вам расскажет владимир маслов то есть я не буду отбирать хлеб абсолютно и у нас всегда делятся наши обязанности и вообще стиль донесения информации я могу останавливаться на юридических моментах на технических моментах но не буду этого делать потому что определенная подача на вебинарах уже сложилась также нас основное ясно это самое главное нет никакого размывая не будет и в первую очередь вот здесь коллеги партнеры сослуживцы потому что все мы служим проекту skyway в той или иной мере я могу сказать что основная грань гарантии и основной гарант является анатолий эдуардович юницкий то есть мы сейчас идем за нашим лидером за нашим стратегом за тем человеком вообще благодаря кому все это было реализовано и очень сильно на самом деле меня лично расстраивает когда начинает возникать сомнения и да нужно задавать абсолютно вопросы мы готовы их разъяснять я сам в первую очередь задаю вопросы через артура и лично анатолий эдуардович у низком потому что анатолий эдуардович я никогда не отвлекаю на расстояние потому что я знаю какой пласт работы он совершает одновременно и на все вопросы мы получаем ответы тем временем портал вот сон тем временем портал вот сон опубликовал нас это такой серьезный тоже портал который посвящает события помимо того что дубайцы имеют большой стресс то что нужно стремиться к благополучию поблагодарил харрис на форда за то что он заботится о климате и над на третьей позиции я думаю что это не конкретно по месту именно приоритета позиция как получилось так и получилось в статье это уже конкретно освещение и фотография пальмак тума в нашем юне байки нашим первопроходцы и конкретно уже по описание стратегии формирования 25 процентов транспорта по видению и под по той программе которую он самое и заложил то есть это тоже дорогого стоит но давайте перейдем к самому главному на мой взгляд и вообще то для чего мы с вами здесь собрались многие этого не осознают то есть сейчас будет момент идеологии я планирую вводить как вот взгляд будущее вы знаете в моих вебинарах частенько именно такие вот футурологические моменты прослеживаются что отметил харрисон форд харрисон форд тоже достаточно не бедный человек вот тоже можете почитать обязательно джона перкинса то есть его исследования и по поводу рубание лесов по поводу действия транснациональных компаний перед всемирным правительственным саммитом он сообщил что будет выступать и будет выступать против изменения климата за то чтобы на эту проблему обратила как можно больше общественности и вот цитата что наша планета это единственный дом который мы имеем и он страдает и это просто слова в десятку этот человек который является звездой мирового кинематографа и это тот человек на мнение которого очень тяжело повлиять я думаю что настанет время что проекту skyway присоединяться действительно вот такие вот медийные личности не в плане инвестиции говорю в плане освещения потому что огромный вклад в развитие той программы sky world которую заложил в 2018 году и начал закладывать еще в 1988 году антолий эдуардович юницкий виде самой серьезной и самой важной монографии эко мир либо эко терра если говорить на иностранном языке там все было описано и также роберт де нира выступил за то чтобы общественность мировая общественность обратила внимание он даже приехал специально на всемирный правительственный форум и не побоялся того что как-то трамп отреагирует он сказал что сейчас соединенные штаты находятся периоде временного правительства мы знаем эту позицию мы также знаем позицию что сейчас так вот очень в колебающемся состоянии находится видение и направление торговых войн и трамп думает что изменение климата это выдумка нацеленная на ограничение роста американской промышленности но невозможно не замечать на самом деле то что в 2018 году вообще вот эта вся зима для америки она стала такой очень существенной и изменение климата чувствуется до сквозь одежду сквозь сквозь очень теплую одежду потому что до минус 50 опускалась температура мы не будем здесь посвящайте различные катаклизмы потому что это сейчас происходит это и будет происходить и появляются такие лидеры как грета тунберг это молодая активистка которая начала начала свою активность и вы знаете что молодежь имеет свои методы социальной активности свои каналы продвижения свои социальные коммуникационные каналы это все очень быстро распространяется и дошло до того что школьники для меня это было на самом деле новостью и я это вынес при общении с нашими европейскими партнерами что школьники студенты выходят на митинги на забастовки и отказываются учиться ходить на занятия дабы общественность дабы правительство дабы взрослые обратили внимание на проблему изменения климата вот вы видите парня который держит просто опять же плакат в десятку что у нас нет другой планеты у нас нет планеты б да сейчас многие поддерживают такую на мой взгляд достаточно в идею идею построения воздушного замка исследования марса и так далее но не существует на сегодняшний день подобных двигателей чтобы совершать такую экспансию даже начало колонизации и самое главное зачем это делать панатолий эдуардович это всегда говорил и всегда будет говорить если у нас единственный дом это планета земля на самом деле то что сейчас мы с вами создаем и финансируем это только начальные шаги и это часть программы sky world и естественно нужно получить капитализацию естественно нужно получить прибыль многие спрашивают а почему фермерское хозяйство появилась у юницкого это не просто фермерское хозяйство это научно-исследовательский центр построенные ну просто за гроши и причем это гроши которые были потрачены после уплаты налогов это прибыль компании и соответственно это все направлено на такие вещи как восстановление почвы и действительно даже из пустыни можно будет создать райский сад и восстановить плодородный слой почвы вот мы эту идею будем доносить это полностью разворот стратегии берем на себя ответственность как члены правления так как сейчас фокус на восток да мы будем заниматься адресными проектами именно прощупыванием их проведением какой-то due diligence по процедуры наших партнеров и из сотни адресных проектов мы отберем один-два самых прибыльных самых высококапитализируемых то есть на следующем вебинаре я думаю что анонс от влада волкова уже появится были проведены достаточно интересные переговоры в бельгии и с министром транспорта и очень интересный проект в антверпене как раз он где у нас была проведена конференция с перевозками между портами а там 100 миллионов тонн груза примерно перевозится и вы знаете что до 200 250 миллионов тонн в год можно удовлетворить нашим грузовым направлением но там также стоит задача перевозки и людей то есть это уже двухпутная путевая структура на двухуровневая путевая структура и будет перевозиться одновременно и контейнеры и пассажир вот такие проекты они действительно интересно такие проекты мы будем обращать внимание но маркетинг пиар активность и возможно даже вы услышите выступление наших лидеров в школах мы будем обращать внимание на проблему изменения климата потому что нам она абсолютно близка и вообще я я лично очень хочу это моя самая главная цель участия проекта в проекте skyway помочь и максимально посодействовать лично юницкому и всей команде создать общепланетное транспортное средство потому что почитайте эти монографии там есть способ есть ресурс каким образом даже лечить озоновые дыры это невозможно сейчас понять невозможно как-то предположить но чисто технологически чисто с инженерной точки зрения он уже это все просчитал но что я могу сказать и мы не будем сотрудничать как-то приглашать в экотехнопарк грету тунберг и других деятелей потому что skyway всегда находится над политикой над экономикой я не исключаю что когда на были разговоры о выстраивании экономических стратегий анатолий эдуардович всегда действует в рамках благосостояния для всего человечества и в рамках именно предотвращения изменения пагубного влияния на экологию изменения климата это та идея которая прослеживалась еще издавна когда он только начинал говорить вот видите обложки программы эко мир и на прошлом экофесте также он уже с гордостью сказал что арабские эмираты абсолютно понимают да у них пока есть видение что в две тысячи сотом каком-то году будет отправляться экспедиция на марс но если когда мы как все жители планеты земля будем объединяться и уже многие будут на тот момент получать достаточно серьезные дивиденды и станем развивать общепланетное транспортное средство то действительно у нас будет и площадка для запуска абсолютно экологичных ракет носителей либо каких-то других космических кораблей мы не будем сейчас на космической этой тематике останавливаться хотя повторюсь она мне очень близка но а человечество это пока не осознает и не поняла под поэтому появляются такие новости как в европе разрабатывают многоразовую ракету носитель похоже на falcon 9 индия разрабатывает ракеты как у маск с возвращаем ступень ступенями российской сверхтяжелой ракета может стать наследен наследницей space shuttle но не осознаю что каждый запуск ракет да что говорить каждый пролет самолета влияет на зоновый слой и больше и больше приближает ту неизбежность которая заложена и швабсом и многими мыслителями и погибшими уже ушедшими с из жизни как жак фреско теми мыслителями философами не столько инженерами нам повезло то что анатолий эдуардович является одновременно и инженерами и ракеты на сегодняшний день я могу сравнить с медициной потому что раньше когда медицина развивалась вспомните что под многих болезней до некоторые лекарства некоторые способы могли вылечить и вроде как они устраняли локальную угрозу локальную задачу решали но на целый организм они действовали пагубно и жизнь человека сокращалась это можно проследить по развитию всей науки и да когда-то первый раз юрий гагарин полетел в космос когда-то ступила нога человека на луну и об этом событие еще на самом деле спорят то есть было это на самом деле или нет и потом произошла такая пауза да как маркетолог как именно коммерческая составляющая маск показал что на этом может зарабатывать что многоразовые ракеты носители смогут еще больше спутников запустить покрыть планету интернетом но это решение локальной задачи в общем планету это только ранит и только губит и все начнут понимать когда цунами будут уже не каким-то предсказуемым фактом и последствиям вихри торнадо ураганы землетрясения а когда это станет абсолютно непредсказуемым на природным катаклизмом которые будут появляться сплошь и рядом но тогда будет уже поздно и моя уверенность то что европейцы об этом поймут и услышат потому что уже повторюсь проходят целые забастовки не только в европе посмотрите в интернете то есть забастовки изменения климата грета тунберг она была как искрой вот это вот пламя действительно разгорелась и сейчас это проносится по всей планете это логика того что звучит у нас всего лишь в одной фразе то есть миссия skyway это ускорение метаболизма человечества за счет выноса вредных отходов из организма то есть нашей планеты то есть выноса производства в открытый космос лечение озоновых слой то есть это лейкоциты вот все что касается от с фактически очень много будет самовосстанавливающейся системы для нашей планеты естественно это поймут когда произойдет капитализации капитализация на самом деле не за горами потому что те новости которые наверняка нам готовит головная компания они просто будоражат сознание будоражат не только наше сознание ноги сознание троллей потому что какие только сейчас уловки они не предусматривают будьте очень осмотрительны будьте очень логичны последовательны я хочу призвать что не нужно только пика него я могу запекать как пишут наши последователи отвечает троллем да кто ты там ты пи 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 знаете такие нецензурная брань это не поможет нужно конструктивно логически последовательно отвечать и не то что разжевывать но давить именно конструктивом я не побоюсь этого слова да это информационная война да сейчас она переходит конкретно на рубеж уже международной информационной войны это подготовленная стратегия которая проплачена знать бы кем проплачено но естественно знал бы прикуп жил бы в сочи и мы этого просто не знаем и действуем по факту письма счастья частенько получают и наши стратегический партнер самом начале они получали кто-то испугался кто-то побоялся за свой пост то есть это гласит история прошлого развития в других государствах других странах арабские эмираты не побоялись я могу сказать они не просто не побоялись они действительно инновационная страна которая не смущается создать концепцию блокчейн государства то есть у меня конечно много вопросов по поводу управления государством искусственным интеллектом но очень близка концепция создания умного города я повторюсь что под ним из самых таких потом отстанет достаточно быстрым бизнесом как девелоперская промышленность как построить отель будут строиться искусственные острова и это будет сверх капитализируемый сверх прибыльный бизнес от которого мы в том числе с вами будем получать доход и естественно вся стратегия все движение будет продолжено и после закрытия финансирования корневой компании я думаю что анатолий эдуардович действие для сети продумал на десятки лет вперед и даже если такого видения нет у нас как у членов правления но сформировано и мы обязательно это дело донесем вот немножко такая космическая тематика но это не космическая тематика друзья это то что на самом деле уже наступает нам на пятки и об этом говорит мировая общественность но роберт дониро тоже мой один их самых любимых актеров стал бы вам просто так ехать на правительственности мирный саммит говорите о проблемах изменения климата я думаю что леонардо дикаприо присоединится те активисты которые блогеры тоже вот я лично скоро будут запускать свой видеоблог сейчас заканчивается пиар и маркетинговая составляющая потому что естественно поток по основной я буду направлять на популяризацию чтобы люди услышали за той ширмой когда тролли говорят что мы скам взывает нас какими-то вещами конструктивом лайфстайлом в какой-то части в какой-то мере развлекательно развлекательным способом и будут доносить информацию и вещать об тех инновациях которые мы развиваем но в правилах видеоблогинга я просто понимаю что это за социальные явления и явление что это за социальное влияние поэтому этим нужно заниматься и давайте с космоса опустимся на землю я могу сказать что на землю опуститься очень нужно так как это текущая точка нашего развития это самое радостное то что сейчас происходит и на мой взгляд мы установим рекорды по строительству вообще в арабских эмиратах потому что происходит сейчас на стройке вышло большое интервью анатолий эдуардовича юницкого то есть мы его очень долго ждали вы видите что начато строительство эко дома то есть это значит что все составные части все элементы уже были привезены преодолели те логистические препоны и кстати я могу сказать о логистических препонах хотел бы немножко остановиться на видении компании dp world это кстати тоже одни из наших потенциальных партнеров это логистический оператор который постепенно уходит в логику логистического посредника и для его президента сейчас очень важны инвестиции в развитие инфраструктуры на африканском континенте они имеют сверх значения и вообще росту африки он сказал и имеет вмешает несколько препятствий это инфраструктура это связь это медленные прерывающийся интернет это то же самое и мобильная связь там порой оставляет желать лучшего и это соответственно дороги это транспорт это тарифы это то что касается транспортной инфраструктуры и я могу сказать что skyway начинает очень ровно уверенно шагать по африканскому континенту и мы создадим те же условия конкурирующие для команд как были созданы в арабских эмиратах когда были предложения для абу даби потом соответственно шаржа вырвалась вперед и дубая сейчас я бы не сказал что это какие-то соревнования потому что эмираты они всегда друг другу помогают но естественно доля соревнований есть когда один эмират начинает что-то то и другие подтягиваются то же самое на африканском континенте и чуть позже на своем вебинаре я это свечу уже логику развития и в бенине не только в код девуар и вообще я хотел бы внести ту логику что вот почему на мой взгляд депи волты такие гиганты логистической индустрии присоединяться к нам также владельцы и мировых торговых сетей как кэрефур и другие больших площадей торговые центры во вьетнаме тоже очень много интересных таких инфраструктурных объектов потому что skyway это будущее мировой логистики это фактически логистика я не знаю на какой сейчас стадии находится если сейчас это 3.0 то skyway это будет 4.0 и ускорение торговых потоков произойдет только благодаря skyway соответственно это взрывной рост ввп за счет ускорения метаболизма не только человечество но все смотрят на коммерциализацию почему skyway также привлечет огромный интерес среди мировых корпораций потому что это ускорит метаболизм торговли торговля начнет осуществляться настолько быстро настолько быстро сейчас передается информация сейчас мы видим что продукт доходит от поставщика через несколько звеньев иногда это будут десятки звеньев цепей появятся новые миллиардеры появятся новые миллиардные компании которые эти логистические цепи соединят и я не исключаю что это будет как раз наши дочерние компании также я хотел бы остановиться на логике искусственного интеллекта рэпер исполнитель williams представил свою концепцию омега на всемирном правительственном форуме я не говорю уж о роботах то есть animal 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 который был представлен для инспектирования различных объектов для предотвращения пожарной опасности это уже логика искусственного интеллекта естественно искусственный интеллект так или иначе будет разработан внутри наших подвижных составов и те проблемы которые вот африке сейчас стоят неустойчивая транспортная инфраструктура дороги тарифы связь интернет все это включено в концепцию транснет и естественно будет интересно не только африканским странам но и тем корпорациям которые в будущем на мой взгляд это мой взгляд будущее будут присоединяться в качестве стратегических партнеров и вот сердце и душа радуется когда с такой скоростью происходит строительство немножко перемешанные фотографии строительства это первый в мире экодом но не только дал видение об экодоме это вообще прорывная технология во многих умных городах которые уже появились на территории даже арабских эмиратов это пытались воплотить и пытались создать но пока не получалось вот так это будет и антолий эдуардович показал уже где будет находиться первая анкерная опора да сейчас мы несколько отстаем не мы антолий эдуардович отметил то что это те поставщики услуг строительных услуг те подрядчики которые немножко запаздывают они немножко подбрасывают развитие арабского проекта назад но если это не будет продолжаться то мы успеем все закончить срок я буду говорить срок лета но антолий эдуардович даже ставит такой оптимистичный достаточно срок как апрель 2019 года апрель 2019 года и пессимистичный прогноз это лето 2019 года появится часть впервые в мире мирового инновационного центра skyway на базе американского университета шаржи научно-исследовательский и технологический парк шаржи и хусейн уже подтвердил что skyway имеет сильного и надежного партнера который будет максимально помогать и максимально содействовать и вот взгляд прошлый это уже то что мы видели 31 августа да друзья это будет одновременно и офис и концепция эко дома это будет штаб-квартира то есть логика как у нас есть гостевой домик на экотехнопарке но он был сделан совершенно по другой концепции с максимальным с максимальной экономией и естественно арабы хотят другое решение ну и не только арабы анатолий эдуардович хочет продемонстрировать мировой общественности и вообще концепцию эко дома вот вы видите 31 августа 2015 года это рытье было котловано под первую анкерную опору это наше прошлое которое мы с радостью вспоминаем и 2 июня уже 2017 года вы видите во что это вылилось был бурьян был заброшенный танковый полигон и сейчас анатолий эдуардович ну уже не сейчас уже неделю назад давал интервью и показывал где будет первая анкерная опора сугубо на мой взгляд при достойном и при добросоверном исполнении своих обязанностей компании подрядчиков и работают индусы пакистанцы и другие ребята азиатского пространства которые привыкли к жаркому климату на высшем уровне также наш прораб зао струнные технологии все там курирует все координирует все что необходимое и обязательно посмотрите это интервью потому что оно сродни видению которое уже реализовалось мужик сказал мужик сделал Анатолий Эдуардович это доказывал не раз и я думаю что даже то что было написано в манифесте в открытом письме Джеффу Безосу и Илону Маску также все будет реализовано когда мировая корпоративная общественность лидеры мировых корпораций многие это увидели многие это услышали кстати лидеры общественного мнения и коучи мастера также были на всемирном правительственном саммите естественно они напишут это в социальных сетях в том числе такие ребята как Тони Робинсон Тони Робинс и вы знаете что Арманд у нас двигается по этому пространству именно коучинга это тоже наше общее движение и я могу сказать что мы как Skyway Capital никогда не конкурируем с другими институционными площадками мы всегда действуем в рамках содружества я призываю Skyway инвестгруппу также действовать в рамках содружеств то есть это мое такое обращение потому что мы знаем что происходит но ребят мы делаем общее дело и вот этот репортаж он показывает эта фотография она несет себе просто бешеную энергетику содружества дружбы дружбы корпорации дружбы народов дружбы двух людей которые имеют общее видение Анатолия Эдуардовича Юницкого инженера изобретателя генерального конструктора зао струнные технологии и Альтайр генеральный извиняюсь Кусейн Аль Махмуди то есть это исполнительный директор научно-исследовательского и технологического парка Шаржа ну Альтайр естественно это наш союзник и вот как раз справа вы видите Партура то есть это тот человек который на всех переговорах сейчас присутствует все переводит и помимо Михаила Кириченко то есть достойное молодое поколение которое сейчас помогает Анатолий Эдуардович но все что сейчас происходит в Арабских Эмиратах все было достигнуто благодаря усилиям лично Анатолия Эдуардовича Юницкого и я могу сказать что да сейчас многие стараются выйти на серьезные переговоры мне просто шквал писем и я может быть не сразу отвечаю в скайпе потому что ну сейчас посмотрел 744 не отвечу к сообщению но стараюсь максимально это подчищать но быстро они снова накапливаются лучше писать на почту то есть globalmoney 37 собака gmail.com также напоминаю про что отбор спикеров это не школа для спикеров что мы кого-то будем учить может быть кто-то неправильно понял это отбор спикеров то есть сейчас мы начинаем масштабную стратегию позиционирования и четкого распределения трафика на международном пространстве то есть ольга повторите пожалуйста вот globalmoney 37 с темой спикер пусть мне люди пишут кто имеет навык особенности меня интересуют сейчас иностранцы потому что первичные кандидатуры отобраны господа с других стран благодарю что прислали обязательно как только мы перейдем к позиционированию и стратегическому наращиванию трафика на мировом пространстве международном во всех наших странах которые уже развивают проект skyway обязательно обратимся то есть это будет система как авто вебинаров так и спец вебинаров на которые я как именно член правления не имею права и нет логики чтобы на самом начальном вебинаре как-то было вещание то есть это будут уже такие утепляющие вебинары и наш вебинар называется не технико-экономический вебинар я хотел бы отказаться от этой логики то есть это самое интересное самое актуальное в мире skyway сегодняшний вебинар даже затягивается потому что друзья действительно очень много того что нужно поведать о том что же произошло самого интересного самого актуального в мире skyway и то что от нас требовалось мы на самом деле давно уже сделали говорит Анатолий Эдуардович Юницкий еще в сентябре были произведены рельсы то есть вы видите рельсы это инновационные таких не было они больше выдерживают нагрузку меньше по размеру и это прокат был сделан в Вене Австрия то есть раньше этого тоже нельзя было говорить все сейчас уже является открытой информацией так как ее можно раскрывать и та информация которую в будущем можно будет раскрывать о развитии то что мы сейчас не видим на арабском пространстве она будет раскрыта по мере уже избежание опасности потому что повторюсь письма счастья от наших недругов недоброжелателей наши стратегические партнеры наши новые партнеры постоянно получают ну и что говорить о проектировании о всей подготовке научной документации технической документации для создания научно-мирового инновационного центра начала строительства научного-мирового инновационного центра skyway тут уже все было готово в принципе летом сейчас остается дело за нашими подрядчиками но я думаю на мой взгляд что это будет самая быстрая стройка за историю skyway то что мы увидели за чуть больше чем полтора года на экотехнопарке такие сроки мы сейчас не можем себе позволить абсолютно и на кон поставлена многое репутация репутация властей арабских эмиратов репутация вот этот пост служение skyway это не какое-то служение с точки зрения я чем-то обязан это логика что мы с вами народ skyway и мы двигаемся к единой цели уже более пяти лет и тот кто движется будет естественно вознагражден вознагражден прибылью компании уже получением дивидендов ни один стартап такими гигантскими шагами мы проведем обязательно исследование кто двигался такими гигантскими шагами такие стартапы можно перечесть действительно по пальцам одной руки то есть кого будоражат действительно эти новости от дубая skypod концепции вайклс я прошу поставить плюсики потому что у меня до сих пор мурашки по коже и вот вы видите подбежные составы анонс к моим будущим вебинарам действительно ли умные города которые уже созданы на которые потрачены десятки миллиардов долларов такие умные вот такие подвижные составы я думаю что будут бить себя в грудь руками и кричать где вы были ну естественно в переносном смысле это говорю когда в дубае увидят все это когда в шарже увидят все это другие эмираты и другие SEO и координаторы строительства в умных городах в том числе на территории арабских эмиратов но так как на наши технологии абсолютно гибко абсолютно встраиваемо абсолютно модульно абсолютно лаконично абсолютно легка и достаточно дешевая строительство по сравнению с другими транспортными технологиями об этом также можно договориться но естественно все будет уже развиваться в рамках той стратегии которая заложена в том числе содружестве нашими стратегическими партнерами и вообще почему дубай skypod называется то есть еще раз повторюсь потому что многие возможно не поняли этой концепции почему skypod я вот не могу залезть в голову к маркетологам но под это по сути некий модуль некая оболочка некое пространство sky это часть аббревиатуры часть слова skyway то есть все что со sky это будет именно в самом ближайшем самый самый ближайшем будущем именно относиться к skyway и под это автономный транспорт он не летает он перемещается по струне на втором уровне над землей это автоматизированная система автоматизированная умная система автоматизированный мультимедийный центр развлекательный центр логистический центр естественно концепция умного пространства поэтому также как ipad объединил себе и телефон и мультимедийный центр и компьютер и сейчас я радуюсь когда я могу в своем самсунге планшете также вести заметки и мне не нужно кучу блокнотиков сохранять это действительно неудобно многое будет включено в инфраструктуру skypod то что касается автоматизации то что касается роботизации то что касается искусственного интеллекта и больше 350 миллиардов позиционирует вообще создание сферы искусственного интеллекта в ближайшие года в дубае я думаю часть будет относиться также к инфраструктуре skypod потому что можно будет на мой взгляд и оплатить какие-то государственные услуги перемещаясь не отрываясь от повседневных дел находясь в концепции мгновенного перемещения в концепции мобильности уже 5.0 заказать билет в кинотеатр заказать билет в ресторан полистать посерфить в интернете все это естественно можно будет сделать на планшете который будет встроен наши подвижные составы поэтому я думаю что под это название абсолютно маркетинговое абсолютно понятное кар здесь не подходит потому что это все-таки модуль это все-таки умный автономный транспортный модуль и персональное мобильное пространство поэтому skypod кому эта идея близка поставьте пожалуйста циферку 1 ну и я плавно перехожу уже к новостям которые в анферпине то есть очень кратко на них остановлюсь у нас прошла просто супер бурная встреча с нашими партнерами с нашими коллегами более чем пяти стран и я думаю что тот кто прошел бустер ну Валентина извиняюсь порой естественно сложные вещи просто это нужно доносить уже в нескольких фразах мы будем эту концепцию все описывать и далее и у нас произошла в бенине встреча непосредственно с консулом бенина и с бывшим руководителем брюссельских авиалиний эти люди планировали встречу решалась где мы будем встречаться на территории бенина либо где-то еще пересечемся так как они узнали что мы будем в Антверпене с Антверпеном у них жизнь связана кто-то отменил свои планы из Коста-Рики в общем они прилетели и произошли очень серьезные переговоры в будущем появится отзыв одного из партнеров как раз он работает в сфере медицины и лично связан с властями на вытянутые на расстоянии вытянутой руки как собственно и наш потенциальный партнер Скотт Дивуар и сейчас я думаю что Нигерия Кот Дивуар и Бенин начнется настоящая гонка кто сможет реализовать проект Skyway первым в Африке то же самое как с Эмиратами происходит и произойдет это в одной стране все страны восточной Африки подтянутся и всей Африке подтянутся мгновенно Ожидаем публикации пресс-релиза Влада вкратце скажу что произошло общение в министерстве транспорта Бельгии и это было общение на высшем уровне видите здесь кат нашего лидера из Бельгии Кристиана нашего менеджера по коммуникациям Skyway Capital Влада который занимается сейчас направлением адресных проектов именно как координатор менеджер по направлению адресных проектов и очень огромная заинтересованность мы сказали критерии что критерии окупаемость критерии финансирования критерии то что невозможно решить с помощью других транспортных технологий и это все было принято подтверждено сейчас получило развитие многие ожидали новостей про Вьетнам вот посмотрите сколько вьетнамцев собралось это не конференция это обучение системе дубликации которую проводил франтишек solar то есть у него было задание год назад подготовить эту систему дубликации я считаю он блестяще справился с этой задачей сейчас мы эту систему масштабируем те кто слышали вообще систему дубликации в антверпене по прямой трансляции поставьте плюсики вообще от 1 до 10 насколько классная эта система будут или уже появились материалы в личных кабинетах и каждый сможет пользоваться этой системой дубликации потому что она действительно классная классная именно для работы офлайн там можно сразу получить всю информацию график встречи как проводить правильно звонки и тому подобное то есть это тот пакет который мы ждали годы и все члены правления работали над его созданием также естественно это появится в виде мобильных приложений конечное тестирование мобильного приложения для skyway capital сейчас происходит в ближайшее время вы его увидите это будет в дизайне нашего обновленного личного кабинета ну то есть на мировом уже корпоративном уровне и помимо проведения обучения франтишек solar также с владимиром масловым вот буквально на днях они получили приглашение в министерство транспорта вьетнама и там поездки сопряжены именно с обсуждением адресных проектов ну что наш лидер мой коллега партнер друг соратник тео развивает направление вьетнама после такого очень серьезного предпринимательского опыта и очень много связей во вьетнаме но вы знаете ситуацию в азии насколько она просто жаждет применение проекта skyway и там речь идет уже не просто каких-то тестовых площадках но десятках и даже сотнях километрах с последующим финансированием если посмотреть то что нас ожидает в арабских эмиратах завершение нашего вебинара и просто посмотрите на эти картинки я их буду листать и уже подытожу скажу какие критерии для общения для ведения переговоров непосредственно с по привлечению крупных инвестиций по инициации адресных проектов во-первых то что касается крупных инвестиций то есть мы мы считаем крупные инвестиции от 339 тысяч долларов то есть это уже крупные инвестиции все что до этого это средние инвестиции чтобы вы понимали примерно 650 долларов это средние инвестиции на сегодняшний день проект skyway этот порог будет повышаться мы его не будем повышать как-то искусственно но он сам по себе будет повышаться с обилием тех новостей с обнародованием тех договоренностей которые будут по течению времени появляться все больше и больше и если у вас есть выход на какие-то инвестиционные группы то первый критерий это соответственно возможность действительно финансирования то есть не просто что поговорили разошлись а реальные намерения второе это конкретное желание естественно за свои средства то есть уже прошло то время когда мы возили кого-то это может быть личная инициатива каких-то лидеров но эти люди им следует прибыть на встречу пока что даже не с Анатолио Эдуардовичем юницким а с представителями отдела департамента адресных проектов зао струнные технологии либо топ-менеджменты который будет свободен для проведения экскурсии если это действительно серьезные переговоры эта встреча состоится и состоится с одним из членов правления если это переговоры не серьезные то есть мы как член управления будем изначально проводить процедуру некое исследование мы сейчас утверждаем и план due diligence процедуры будем подписывать естественно NDA но NDA мы не будем подписывать с кем попало эта встреча не состоится если на наш взгляд ну не стоит этой встречи действительно быть и отвлекать даже сотрудников отдела адресных проектов потому что сейчас полный фокус на то направление по которому у нас супер сжатые сроки но мы покажем мировой действительности то что позволило стать Дубай самым умным самым инновационным городом опередив Лос-Анджелес Стальгольм Мельбурн Токио Брюссель и многие другие города именно в логике создания автономной транспортной системы системы и логике масштабирования на 25% вообще умной транспортной системы и исчезнут пилотируемые вот эти 20 в виде 25 процентов автомобили появятся беспилотные такси беспилотные летательные дроны такси и естественно технология Skyway будет одним из флагманов этого модельного ряда автономного транспорта и что-то мне подсказывает это все просто как споры грибов очень быстро разовьется по всей территории Арабских Эмиратов по всей территории восточных стран и далее по всему миру потому что повторюсь Skyway это ускорение метаболизма не только планеты и человечества но и всей торговли чего жаждет сейчас мировая экономика и чего жаждет в том числе мировые державы на сегодняшний день которые занимают ведущие позиции и ведут торговые войны естественно сейчас пришло время объединяться пришло время объединить усилия и создать стратегию постановки задач на решение глобальных проблем по изменению климата о которых сказали наверное фактически все на всемирном правительственном саммите и технология Skyway как никто другая решает все задачи и позволит очистить нашу планету от токсинов от всех отходов и сохранить нашу планету наш дом для будущих поколений наградив тех кто поддерживает проект Skyway на сегодняшний день достаточно серьезными в перспективе потенциально теоретически возможно дивидендами и прибылями чего мы с вами естественно ожидаем так как ни идеологии ни идеи одной полна концепция и стратегия развития но и получением прибыли я думаю что прибыли будут и они будут достаточно существенные с учетом тех темпов которыми мы сейчас развиваемся благодарю за внимание друзья строй Skyway спасай планету дай дорогу мир транснету с вами ваш покорный слуга суходоев алексей ну а теперь я готов ответить на вопросы так коллеги почему ольга пожалуйста дублируйте то есть почему начали кодом строить а не трассы все будет запараллелено так же как и было запараллелено строительство первой анкерной опоры и когда первая анкерная опора была достроена уже и легкая трасса была начата и много всего было сделано на экотехнопарке по токенам у меня информации нет ожидаем все от головной компании но вы видите насколько штормит сейчас крипторынок насколько осторожно даже показывает новости и павел дуров одна из надежд это на телеграм open network по всей крипто капитализации поэтому естественно некая стратегия у головной компании по этому поводу также есть когда будет информация тогда обнародует так у владислава прямо у меня было огромное желание ответить на вопрос я думаю что ответ был получен как можно на 400 метров показать скорость 150 км в час даже если владислав друг тролль я с удовольствием отвечу на самом деле еще до строительства научного мирового инновационного центра установлены определенные договоренности и даже готовность помогать в том числе финансово вы думали с каких средств произошел обратный выкуп это естественно планомерное поступление средств за предпроектные исследования за предыдущие года и я не исключаю что еще задолго до окончания строительства мы получим первые помощь первые финансовые транши о которых говорил Анатолий Эдуардович Ницкий то есть естественно на 400 метров будет показана та скорость которую можно показать этого для наших коллег будет достаточно Владислав ответ получен коллеги еще вопроса Николай благодарю за вопрос сейчас в первую очередь будут переводиться тезисы они будут сжатые кратки на английский язык и возможно появится сайт ресурс на котором вы тезисы сможете отслеживать и вебинары на английском языке будут мы решаем либо они будут последовательные с кратким вещанием моим либо спикеры но спикеров мы растим взращиваем очень важно правильная логика подачи информации правильная риторика донесения информации пока владислав мы действуем на свои средства надеюсь на других но сам не плашай как говорится на самом деле это логика вообще на и дальнейшие года я более чем уверен когда начнется прибыль начнется капитализация мы не будем ждать мировые корпорации мировых элит и сами начнем двигаться потому что когда начнутся адресные проекты наши команды наших инвесторов наших сподвижников уже прокатятся на социальном лифте и будут знать как привлекать крупные инвестиции это уже будет далеко не 650 долларов средней инвестиции когда закрытие корневой друзья я не ванга я не пророк скоростная трасса также будет реализовываться естественно на территории научного мирового инновационного центра то есть логика сначала два с половиной километра ну сначала 400 метров потом два с половиной километра и далее 25 километров нам также выделено следующее понижение дисконта ожидайте но оно будет очень скоро относительно скоро в рамках тех темпов которые мы преследуем вот друзья по традиции поставьте пожалуйста от 1 до 10 насколько вам была важная интересно полезная информация на сегодняшнем вебинаре мы стараемся готовиться я стараюсь лично готовиться чтобы максимально адекватно максимально просто кратко и с эмоцией с посылом донести вам информацию до скорых встреч счастливо вот владислав похоже и тролль ну что ж тролли до скорых встреч на после рамках и с ю и с с так и и с